КИНОВЗГЛЯДЫ Подкаст о глубоком и актуальном кино. КИНОВЗГЛЯДЫ Давайте начнем нашу дискуссию. Так, дорогие друзья, всем привет. Мы продолжаем наш очередной киноподкаст. У меня в гостях Алексей Лукин, я Анастасия Луговкина. Сегодня мы будем обсуждать фильм «Джокер». Зашумевший фильм «Джокер». Зашумевший. Ну, все же, он вызвал такую эйфорию, истерию. Да, нашумевшую кинокартину «Джокер» режиссера Тодда Филлипса. Фильм 2019 года. Главную роль исполнил Хоакин Феникс. И мы сейчас подискутируем на эту тему. Мы вот только-только просмотрели этот фильм. По нашей традиции, я думаю, мы продолжим ее посмотреть и сразу поделиться своими впечатлениями, эмоциями, и обсудить кинокартину. Думаю, что это хорошая практика. Алексей, привет. Доброго времени суток. Так, ну что, сейчас поделимся тогда впечатлениями от просмотренной картины. Верно. Ты уже, я знаю, не первый раз смотришь. Да, мне доводилось ее видеть ранее. Еще в год выхода, когда состоялась премьера в России, и вот я пошел уже в первый уикенд. И при этом мне в дальнейшем тоже, я совершал повторный просмотр, и мое мнение менялось. Вот при первом просмотре и при следующих просмотрах мое мнение менялось в худшую сторону. Даже так? Верно. Поэтому у нас получится дискуссия, возможно. Да, у нас получится такое прямо, не знаю. Рассуждение. Да, может даже немножко где-то спор, потому что в целом у меня очень такие, ну с одной стороны тоже противоречивое мнение после просмотра, но в то же время вот Хоакин Феникс просто притягивает. Крадет каждого сцена. Да, он просто восхитителен, как он все это прожил. Я не могу сказать, что он играл, он прожил эту роль. И одно это, только достойно, естественно, Оскара и тех наград, которые получил фильм. Да, половину успеха этой кинокартины, они все возложены на исключительно отыгрышах роли Хоакина Феникса, исключительно на его перформансе, на его образе. Если бы не было его, то не было бы и самого произведения, как вот Тодд Филлипс. Выбрал его, в первую очередь. Он не рассматривал какую-либо иную кандидатуру, и он предложил роль Хоакина Фениксу, и он через какое-то время согласился на неё. Так, я вот смотрю, какие награды у этого фильма всё-таки, какие он получил. Не номинации, номинаций-то много. Его премьера состоялась в первую очередь в Венеции на Венецианском кинофестивале, и он достоился главного приза «Золотого льва в Венеции». Так, и у Оскара. Оскар удостоился в номинации «Лучшая мужская роль» Хоакин Феникс и «Лучший композитор» Хильдур Гуднандотти. Это весьма труднопроговариваемая имя и фамилия. В общем, да. И ещё две премии «Золотой глобус». Да, в тех же номинациях «Лучший композитор» и «Лучшая мужская роль». При этом вот на премии «Оскар» 2012 года у Джокера было больше всего номинаций среди всех остальных номинантов, которые были в тот период. Их восемь было, то есть было восемь номинантов. И Джокер лидировал по количеству номинаций. У него одиннадцать номинаций, в отличие от «Однажды в Голливуде» или «Ирландца», которые фигурировали в десяти номинациях. Да, но по факту… Это сенсационно для комикса, то есть для фильмов в этом направлении комиксной стилистики и экранизации комикса. Хоть формально он такого не является, тут исключительно место действия Готэма взято за основу, и сам образ Джокера, и некоторый персонаж. То есть Томас Вейн, Брюс Вейн и семья Вейнов. То есть взято за основу сам город Готэм и некоторый персонаж. То есть сам Джокер, Артур Флег и семья Вейнов. Да, но по факту Хакин Феникс получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль и композитор фильма. Да, и также ещё премии «Золотой глобус» и «Бафта» у нас есть. И награды Американской гильди киноактеров за лучшую мужскую роль. То есть достаточно много наград. То есть наград вообще суммарно 95. Я сейчас открыла сайт wikipedia.org. И номинаций 139. То есть вообще это какой-то прорыв. Столько всего. Для кинокомикса. То есть даже для «Чёрной пантеры», которая тоже номинировалась на «Оскар» в 2018 году. Даже у неё номинаций значительно меньше. То есть у неё тоже две выигранные номинации. Четыре, если. По-моему, три. То есть вот «Лучший композитор», «Работа художника-постановщика». Она также была номинирована на «Лучший фильм», скажем так, тоже. Так, продолжаем. Вернёмся к нашему всё-таки обсуждению. Всё-таки сюжету, да, и так далее. Всё-таки это психологический триллер. Не будем забывать. Несмотря на то, что название, казалось бы, «Джокер», да, что-то настраивает на какой-то лад такой комичности, да, ну вот как в таком привычном понимании «Джокера». А на самом деле тут разворачивается огромная такая психологическая драма этого героя. Вот, наверное, можно немножко сказать вкратце о сюжете, да, без спойлеров. Здесь перед нами предстаёт главный герой Артур Флек, да, ему уже за 40. Он живёт со своей мамой, не совсем здоровой. Он за ней ухаживает, подрабатывает комиком. И он психически нездоровый, как оказывается, там, по ходу фильма, да, мы узнаём. Вот, и дальше там разворачиваются всякие перипетии, то есть такая достаточно личностная драма. Да, с изменениями в сюжете. Да, и мечтает он о карьере стендап-комика. Когда он свои мечты озвучивает своей маме, она говорит, «А сможешь ли ты? Всё-таки комик должен быть смешным». И действительно, если мы посмотрим на этого героя, он достаточно мрачен. Мрачен он, мрачен всё вокруг, что его окружает. То есть мы видим какие-то подворотни, разрисованные автобусы, всё в граффити, какие-то помойки. И вот, собственно, такие локации почти весь фильм нас преследует. Вот хаос, беспорядки и грязь Нью-Йорка 80-х годов. Да, и, конечно, с самой первой сцены мы видим какую-то такую несправедливость тотальную по отношению к герою. Происходит первая сцена, когда какие-то ребята молодые у него выхватывают. Он стоит на улице, работает, так сказать, привлекает людей. Ребята выхватывают у него плакат, он бежит за ними и его избивают ногами в подворотне какой-то грязной. Вот, это первая сцена. И дальше мы по ходу фильма, ну, так, это без спойлеров, просто... Это вторая сцена, первая сцена, и он готовится к этому выступлению. Ну, да-да-да, первая такая динамичность. Одно из первых в самом начале. Вот эта подготовка, да, когда он сидит в своей гримерке, это, ну, можно сказать, пролог. Так же, как и финальная сцена... Так же, как артисты готовятся к выступлению, вот находятся в гримерной комнате и приводят себя в надлежащий вид для того, чтобы выйти на сцену. И вот, как это в следующей сцене, он выходит с этим плакатом и привлекает внимание проходящих мимо людей. Да, и дальше вот сцена за сценой, мы видим такую жестокость мира по отношению к нему, да, нам режиссёр это транслирует. Да, потом его ругают, где табличка, он приходит в офис, ему говорят, верни. То есть, всюду такое непонимание, да, дальше там... Угнетаемость. Да, угнетаемость, то есть, он где-то даже сам говорит, что в начале фильма он сидит у психиатра и задает вопрос, наверное, может быть, это ключевое для фильма и для этого героя, да, дело во мне или мир сходит с ума, да, то есть, вот у нас такое нам заявлено. И вот эти несправедливости, они дальше идут, да... Вплоть до финала. Да, вплоть до финала, то есть, всё время он сталкивается с жестокостью, там, избивают в метро, да, какие-то там драки. Коллеги на него там, ну, тоже, так сказать, нажаловались, да, то есть, получается, что такой мир нестабильный, ну, некому доверять, да, в нём. Да, ну, получается, что единственный человек, который над ним не издевался, это был фактически... Ещё больше угнетаемый человек. Да, это тоже коллега по цеху, так скажем, стендап-комик с ограниченными возможностями здоровья, такой карлик, и в одной сцене он говорит, что ты единственный, кто был ко мне добр из всего этого многообразия людей, которые окружало его, да. С коллег по работе. Да, и то есть, мы можем, в принципе, заметить, да, что герой психически нездоров, да, у него сложности, он живёт с мамой, его выгоняют с работы, такая нестабильность. И получается, что у него и внутренняя нестабильность, потому что он психически нездоровый человек, да, он нуждается в таблетках, он говорит, что ему нужно всё время, ну, там, увеличить дозу, чтобы как-то в себя прийти, потому что он чувствует какой-то... Чтобы не сдержать вот эти вот, вот эту нестабильность, к которой он пришёл в дальнейшем. Да, в общем, у него внутренняя, тотальная дисгармония, да, просто вот, и внешняя тоже. Но, как мы знаем по опыту жизни, что внешне это проявление внутреннего, и, конечно, все вот эти вот несправедливости, которые его окружают, потому что он транслирует тоже вот достаточно такой негатив. Ну, верно, по отношению к другим, и, в первую очередь, к самому себе. И, в частности, это вызвано, ну, не только им самим, теми действиями, которые он действует, а его психологическим состоянием. И то, как на него реагируют люди в общественных транспортах, или то, как на него отреагировали три человека, которыми он, так сказать, не продемонстрировал, а сделал то, что они заслужили по тем действиям, которые они совершали к другому человеку и к нему самому, соответственно. Но тут вот, тут возникает, уже возникает у меня претензия к тому, что автор, режиссер этой кинокартины, тот Филлипс, он намеренно, скажем так, делает так, чтобы ты сопереживал ему, и того, что вся вот эта безысходность, которая происходит, она намеренно сделана для переживания, того, чтобы ты мог, ты посочувствовал ему, и при этом сам персонаж Джокера, он не делает ничего для того, чтобы выйти как-то из этого образа, как-то понять то, может быть, ему это не нужно. И вот специально, вот эта вот линия, она по всему фильму прослеживается, где режиссер убирает ненужные ему сцены для того, чтобы у тебя не было другого мнения, скажем так, к тому, что у тебя вот сформировалось уже мнение о Джокере и о том, что ему угнетает. И так вот на протяжении всего времени и остается, без каких-либо изменений, и сам персонаж не предпринимает никаких попыток для того, чтобы выйти из-за этого, осознать того, что, может, я делал что-то не так, я делал что-то неправильно. Нет, он вот все вот, он так вот решил для себя, что он станет всегда комиком, и вот он к этому идет, невзирая на последствия и на те действия, которые он совершает. Это можно сказать и про всех, про нас, да, мы иногда вот как бы замыкаемся в каком-то негативе и не видим ничего положительного вокруг, да, вот есть такой момент, да, как позитивное мышление. Которым не обладает Артур Флек. Да, и вот реально, когда у тебя, ну, такие черные мысли, ты вокруг все видишь таким достаточно черным, правильно? И вот в данной ситуации, я думаю, что, может быть, режиссер нам хотел показать такое состояние, да, вот человека, да, который замыкается в своих проблемах, зациклен на себе, да, и не видит какого-то выхода. Возможно, но при этом вот само изображение, оно очень яркое, и вот эта вот мрачность, о которой все говорят, она проявляется исключительно в музыке и в самом образе Артура Флека, Джокера, и в тех действиях, которые уже начинает совершать общественность. Но вот до этого года, то есть, и даже в самом вот произведении, как вот нам показано, вот до того момента, как Артур Флек совершил свое злодеяние, только после этого года люди, общественность начали предпринимать какие-то действия и идти за ним. А вот до этого года вот этого не было совершенно, и, на мой взгляд, это тоже намеренно сделано режиссером. Ну вот на самом деле, да, чтобы показать, что вот у нас таких ситуаций действительно много, у нас начинают, вот, по крайней мере, в России-то точно, да, начинают разбираться, что-то менять и улучшать, только когда что-то произойдет, да, какие-то жертвы, какие-то аварии, теракты, что-то произойдет, вот только тогда у нас начинают шевелиться власти, и вот это может быть такой первый посыл этого фильма, да, как раз вот показать этот момент. Да, я вот еще заметил одну деталь, они обучились на Томаса Вейна, но при этом он не является властью, он не тот, кто издает законы, он только баллотируется на должность президента, но он еще не выиграл их, и эти выборы, они еще даже не начались. То есть вот на него намеренно властью, на такого человека, который является неким голосом закона, правосудия, но при этом он не является им. По крайней мере, об этом нет в фильме. И во многом такая реакция вызвана в связи с тем, что здесь сам персонаж, он, вся вот эта злоба, она проявилась из-за вот этой с ним встречи с Брюсом Вейном, и он держит зло, и поэтому и вот эта вот общественность, она тоже держит зло. То есть вот они, скажем так, идут единым порывом именно против Брюса Вейна и того, что он предлагает. А предлагает он им мир, порядок и некое равновесие, против которого идут угнетаемые. То есть вот они становятся угнетателем. То есть угнетаемые становятся угнетателями. Так, а Брюс Вейн это кто? Это политик? Брюс Вейн, а Томас Вейн, он баллотируется на выборах, но при этом вот сами выборы еще не состоялись, а его уже обвиняют в том, что он в 90-х устроил пожар в Чикаго, устроил теракт 11 сентября, он повинен в этом. При этом он даже еще не баллотировался на выборы, на должность мэра, а на него уже ополчились. И то, что он предлагает, он предлагает порядок и равновесие, некое равновесие мир и того, чтобы помочь им, но не отказываться от этой помощи. Они наоборот отвергают хаос ради своих целей, которых у них нет. Все, что они делают, лишь хаос и разрушение, не больше. При этом не думая о последствиях, не думая о том, что с ними произойдет, произойдет с жителями города, которые проживают в Готэме. То есть они поступают так безответственно, корыстно и необдуманно. Ну, тут можно иной метафору, иной эпитет добрать. Потому что их действия вредят и им же самим. Потому что они не дают отчетов в своих действиях. Они пытались связать сцены, они задавались вопросом, к чему стремится Джокер, к чему стремится народ. Вот они вдавались в отчет, они думали над тем, что будет дальше. Вот что они совершают этот теракт, и что будет дальше. Как это они дальше поступят. Они вот не думали об этом. Поступают так безответственно, не только по отношению к себе, но и по отношению к жителям города, которые никак не принижали их. Ну, по крайней мере, этого не демонстрировал режиссер в своих произведениях. И многие сцены сделаны так, что вот эти вот неудобные моменты для режиссера, он их специально убирал, либо не договаривал, либо не показывал нам это. Как вот, например, в сцене, когда он уже совершает свое преступление, в следующей же сцене он убегает от места преступления, попадает в уборное помещение, и вот уже в следующей сцене он смотрит телевизор со своей матерью. То есть, он совершает такие вот необдумы, инфантильные действия, не думая о том, что произошло. Ему это безразлично. Так же, как и всем остальным, которые пошли за ним. Да, но вот как раз, если говорить поподробнее про образ этого героя, Джокера, он психически нездоровый человек, которому, в принципе, не свойственно заниматься самоанализом того, что сделал. И, в принципе, для него это какая-то, что ли, норма. И как раз вот, может быть, такие сцены, контрастирующие, да, пошел, убил, потом сцена с телевизором, как раз вот показать этот контраст, да, что ему все, ну, как бы фиолетово, пошел, убил, потом сижу, телек смотрю. Ну, то есть, показать острее, может быть, этого героя. Была задача вот именно таких сцен, несуразных, как вот ты говоришь. Я думаю, что вот что-то вот в этом духе. Ну, показать то, как вот угнетаемый человек, то, что будет делать в дальнейшем угнетаемый человек, то есть, вот, недоотчетность в своих действиях, и для него это свойственно, так, как и будет продемонстрировано в дальнейших сценах, которые режиссер не удосужился связать все воедино, ибо произведение, оно лишается вот этой цельности повествования, потому что некоторые сцены, если их убрать, то смысл не изменится. Вот взять одну сцену и следующую сцену, они порой никак не связаны между собой. Предположим, что многое было убрано, но мне это неизвестно. Даже нет ответа, по какой причине. Так, режиссер, возможно, этой же вот позиции придерживается и сам режиссер, такой вот неосознанной и такой вот беспощадной позиции по отношению к власти, которой сейчас управляет Америкой. Ну, не сейчас, а, по крайней мере, до Байдена. Или, возможно, к нему так относились в его детстве, и он решил отыграться на них через кинокартину «Джокер». Да, и вот я хотела как раз заметить, что через всю кинокартину мы какими-то отрывками, фрагментами можем заметить, что он нам пытается донести свои мысли. И он говорит, что «я ни во что не верю», «я устал делать вид», «устал сидеть и терпеть», «все люди ужасны». Да, то есть он вот такие фразы бросает на протяжении всего фильма. То есть он разочаровался в мире, разочаровался в людях, а тем не менее мать его говорит, что «улыбайся, неси миру счастливое лицо». То есть получается, что хватит анализировать, хватит чувствовать, миру плевать на твои проблемы, ты должен вот улыбаться и жить как все. Вот и получается, что, ну, может быть, это такой один из посылов этого фильма. Ну, возможно, ну, ключевой посыл. Режиссер нам дает возможность задуматься над этим вопросом. Через мать он транслирует о том, что ему, Артуру Фаляку, следует смириться своей судьбой со своими проблемами и жить так, как живут все остальные. Да, то есть получается, что нам режиссер задает вопрос, что нам лучше сделать, то есть как нам лучше поступить, сдерживать в себе то, что нам не нравится, или выходить и... Вершить правосудие. Да, бунтовать, да, как вот выходили вот эти клоуны, устраивать эти митинги. Ну вот поговорим, да, про месседж, про то, какие проблемы, вопросы фильм затрагивает. Да, наверное, вот сейчас обсудим это, потому что очень много там всего. «Вести до нас» – это произведение. Просто очень много всего. Даже, не знаю, вот первое, первое то, что я озвучила, это что важно всё-таки? Высказывать то, что тебе не нравится, или терпеть и ходить улыбаться, да, как учит герой его мать? Нет, ну не следует в себе сдерживать эту накопленную агрессию, а иначе случится то, что и произошло по итогу самого фильма, но при этом стоит давать отчёт о своих действиях и идти к какому-то просветлению или тому, чтобы не только не навредить окружающим, но и себе. Того, что устраивая подобные демонстрации, они лишь приводят к хаосу и разрушению. У Артур Фелька исключительно одна цель. Это, ну не цель, а одно лишь стремление стать стендап-комиком, но при этом он, возможно, и осознаёт о том, что у него это не получается, ибо для этой профессии нужно того, чтобы ты вызвал смех у зрителя, а сам смех, он высходит из самого Артура Флека, и из-за этого у него не получается насмешить людей, а он лишь смешит самого себя. То есть ему, возможно, это нужно для самоудовлетворения. То есть вот он выбрал эту цель из-за того, что он практически всю свою жизнь, как он там говорил, смотрел передачу с ведущим, роль которого исполнил Роберта Де Ниро, и он пытался отрожествлять себя с той профессией, тем делом, которым он сам занимается, то есть персонажа Роберта Де Ниро. Но при этом персонаж Роберта Де Ниро умеет смешить, умеет работать с публикой, и знает то, как устроен юмор, в отличие от самого Артура Флека, который лишь пытается учиться и лишь ориентируется на смотрящее, то есть на то, что он посмотрел, и он таким образом вдохновился на то, чтобы заняться этим делом, освоить вот эту профессию, скажем так, стендап-комика. Продолжаем, да, вот затронутые темы фильма, обсудим. Можно ли сказать, что этот фильм является таким политическим высказыванием, да, то есть возможностью высказаться против той политической обстановки, которую мы там подразумеваем, что это Америка, которая была на тот момент и, может быть, продолжает сейчас быть. Ну вот против вот этой бюрократии, против такого капитализма, где вот нет вот этого равноправия, где над всеми правят эти вот головы, а те, кто ниже них расположены, они будут угнетаемы всегда, ибо они ниже этой иерархии. На мой взгляд, это исключительно политическая кинокартина, и в ней режиссёр не пытался того, что смогло бы развлечь зрителя, а вот именно продемонстрировать свою политическую позицию, и лишь для демонстрации и высказывания своей политической позиции, которой придерживается автор, режиссёром этой картины Тодд Филлипс, который до этого поставил мальчишника в Вегасе. Такой вот занимательный факт из его фильмографии. Да. Ещё также вот как раз фильм про то, что, ну, можно немножко затронуть, про последствия твоих поступков, особенно если ты психически нездоров, к чему всё может привести, и также может явиться примером для других людей. То есть мы изначально видели, что был Джокер, один герой такой вот недовольный, с чем-то постоянно борющийся, с самим собой, с окружающим миром. И потом на протяжении фильма мы уже видим целую толпу людей, выходящих на митинги, на эти протесты. То есть он как бы своим примером, таким вот плохим, объединил вокруг себя какое-то количество людей. идей, у которых нету своего мнения, им нужен был толчок для действия. И этим толчком послужил то злодеяние, которое совершил Артур Фрек. И вот, кстати, одна из последних сцен, когда он уже стоит на полицейской машине, и ему как идолу поклоняются, мы видим эту толпу, он руки чуть ли не как Христос возносит, то есть вот такое ещё так снято. То есть можно подумать, что... То, что возносит, но при этом они до этого не видели, кто это сделал. То есть нам автор не демонстрирует то, что именно Артур Фрек совершил это преступление, а не кто-либо иной. И в его сознании, в подсознании Артура Фрека, его начали именно как-то замечать, и о нём стали говорить вот после этого действия, но при этом никто ведь этого не увидел. Сообщили о том, что злодеяние совершил человек в гриме или в маске клоуна. То есть потому, что тут не важно кто, а важно что. Да, важно само действие, которое совершил Артур Фрек. Да, это как высказывание, да, какое-то такое уже политическое, революционное. Острое социальное, да. Да-да-да. Которое ведёт лишь к хаосу и разрушению, потому что угнетателям это и нужно, они не думают о последствиях. Да, вот, кстати, мы видим, да, как разворачиваются события, если без спойлеров, да, главный герой Артур Фрек узнаёт на протяжении фильма подробности своей жизни, своего детства, о том, кто его отец, и как он это всё принимает. То есть он болезненно, болезненно, да, всё это воспринимает, где-то даже через агрессию, да, ударяет, бьёт кого-то. И это такой момент тоже, непринятие себя. То есть у него и так-то всё было достаточно шатко в его мире. А потом вот эти факты, они просто у него почву из-под ног. То есть получается, что родные люди, да, такие как его мать, которая близкий его человек, получается, что тоже она от него там скрывала информацию определенную по поводу того, кто его отец. Да, и мать, ведь мужа... И про мать он тоже узнаёт какие-то подробности, мы уже не будем там вдаваться сейчас уже в детали, это уже посмотрите, кто не видел. Переписи сюжета. Да, да, да. У нас нет цели обсуждать просто сюжет. А также вот ещё, слушатели, обратите внимание на то, когда вот режиссёр нам демонстрирует сцены, которые произошли в реальном времени, и те сцены, которые произошли уже в подсознании самого Артура Флека, ибо такие сцены, они чередуются между собой, и порой бывает затруднительно вот уже понять, где сон, а где реальность, где вымысел, а где самодействительность происходящего. И режиссёр даже вот безразлично то, как бы ты склеивал происходящее, где его отделял бы действительность от сон. То есть он так вот замешал, вот этот сделал такую мешанину, которую нужно додумывать самого и искать по сказке. Вместо того, чтобы режиссёр вот обозначил. То есть вот не прямо, именно по-белому, но по крайней мере каким-то вот каким-то приёмом или какой-то вот находкой, или монтажом, например. Не важно в том, что здесь сон, а здесь реальность. То есть это можно увидеть отчётливо во всём фильме, но для этого нужно приложить усилия. И посмотреть не один и не два раза, а более. Да, вот это интересно, потому что я сейчас смотрела второй раз. Лёша, ты сказал, уже смотрел раз пять, как минимум. Верно. И я всё воспринимала, всё как чистую монету. То есть только вот Алексей обратил моё внимание на то, что какие-то сцены могут быть вымышленными. И я когда начала раскручивать уже с этой стороны, то есть по-другому действительно идёт просмотр, и уже теряешься, вот реально теряешься, где правда, где вымысел. Я уже под конец фильма уже совсем потерялась. Думаю, это в его голове происходит, там вот он приходит на ток-шоу, или это действительно… Либо всё происходящее и так являлось сном изначально. А вот, кстати, действительно, финальная сцена ток-шоу, может быть, это всё-таки в его голове происходит, да? Такая яркая… Просто эпилог фильма, это он уже в психической клинике, может быть, этого всего и не было, в принципе. Мы можем такое допустить? Я здесь не согласен. Из-за того, как именно это было продемонстрировано, и то какой-то эффект оказал он на дальнейшем, я здесь вынужден с тобой не согласиться. Нет, мне вот сейчас пришла такая в голову мысль, что действительно, в принципе, это всё могло быть его больным воображением, вообще весь фильм, да? Всё-таки мы… У нас главный герой психически нездоровый человек, и в принципе, такое себе, возможно. Но единственное… Всё-всё-всё, что происходило, все вот эти жестокости, которые он делал по отношению к другим людям, это могло происходить лишь в его голове на самом-то деле. Но при этом его единственное психологическое отклонение, оно вызвано в смехе. То есть, нам не говорят о том, что у него психологически есть какие-то отклонения. Как не говорят, он же на сеансе психотерапевта нам озвучивают, что… Нам же не говорят о его, скажем так, диагнозе, помимо его смеха. То есть, это не упомянуто. Этого нет в фильме. Того, что у него вот есть какое-то вот, помимо основного заболевания вот этого смеха, которое проявляется без причины, бесконтролируемый смех, нам режиссёр не показывает о том, что вот у него есть ещё какая-то болезнь, которая создаёт иннореальность, иную реальность происходящего. Этого нет в самом произведении. То есть, тут приходится додумывать за автора, так же, как многие другие. То есть, с моей точки зрения, с точки зрения режиссуры, автор многое недорассказал, упустил, и тут вот проблема в основном вот именно в режиссёре, в режиссёрской работе, с моей точки зрения, от того, что автор много упустил и многое, так скажем, ввёл, вот оставил зрителю, скажем так, и даже не стал заморачиваться и помогать зрителю, чтобы дойти к какому-то финалу, скажем так, той линии, которую бы ввёл автор, и этого нет. То есть, она вот вечно обрывается, потом в дальнейшем возвращается в следующих сценах, но нету вот какой-то вот единой линии, через которую бы проходил бы весь фильм. этого нет. Это мой главный… Да, мы видим всё время разрозненные сцены, разрозненный какой-то монтаж. Возможно, это было специально сделано как приём, что вполне себе допустимо. Вот вопрос такой у меня сейчас возник. А в какой момент всё-таки происходит этот переломный момент главного героя? В какой момент он становится уже не Артуром, который он был, а вот превращается уже в Джокера, как он уже потом себя заявил. Вот режиссёр Тодд Филлипс нам говорит, что как раз вот таки танец в клоуновском наряде после тройного убийства метро вот здесь как бы зародился тот самый Джокер. Но зародился ли он в этот момент? Чувство, какое-то у него торжество, превосходство, какое-то есть определённо. Но возможно зарождение оно где-то было может даже и раньше. То есть убийство это уже факт? А какие-то мысли, которые его привели к этому? К нему привели вот эту вот агрессию, когда у него забрали вот этот плакат. Возможно вот уже тогда уже началось это проявляться. И тогда же нам показывают название фильма Джокер. То есть вот это угнетаемого человека, который находится на асфальте горизонтально в тяжёлом состоянии. И вот уже тогда нам демонстрируется само название фильма Джокер. Может быть уже тогда и вот начинается происходящее. То есть вот до этого всё было без какой-то неравенства, несправедливости, которое бы оказывало воздействие на Артура Флек. Хорошо. Так, вот ещё следующий тогда момент вообще всей этой истории. Герой, конечно, к себе приковывает внимание и он отрицательный, прям такой сверхотрицательный. Но когда мы узнаём о том, что с ним произошло, мы понимаем, что в какой-то момент, ну, что он жертва, да, жертва своей семьи, да, которая с ним жестоко поступала. Потом окружающий мир к нему был несправедлив. И можем ли мы тем самым оправдать главного героя, оправдать его убийство, вот те действия, которые он совершал, как это вообще соизмеримо, ну... оправдывать убийцу? Нет, ну, он нездоровый человек, да, мы уже можем на это как бы скидку сделать. что вот никто не поможет и нужно всё, вот это правосудие брать в свои руки, но можно более гуманно, скажем так, если так можно выразиться, более цивилизованно лишить эту проблему, а не делая хаос и устраивая беспорядки, даже при этом не имея какого-то плана, кроме совершения вот этой власти, а что-то... А так, как ты будешь поступать в дальнейшем, ты вот даже об этом не думаешь, ты думаешь лишь о самом процессе, не о его последствиях, не о том, что последует в дальнейшем, а именно от самого исполнения самого артерфлекта, именно больше вот... Сейчас не о том, как вот будет в дальнейшем, его ему терять самому нечего, а вот именно о самом факте того, что он совершает то или иное действие в этой кинокарте. Ну, ты бы вот для себя как-то нашёл оправдание этому герою, или для тебя всё он как бы... Для меня он потерянный человек. И человек, который не даёт, не делает никаких выводов, не пытается найти что-то вот иное, того, чтобы понять, может быть, это не его, ему следует попробовать, что-то другое в ином направлении пойти. Нет, он этого не делает. Вот он вот исключительно застрял вот в одном, сфокусировался на одном и никак не может это вообще делать. Он сфокусировался, наверное, на себе, да, то есть он сфокусировался на себе, на своих проблемах, и он вот как белка в колесе, да, замкнулся в своём каком-то мире. Верно. Да, но тем не менее, мир-то к нему был жесток, мы это видим и отрицать это не можем. Это всё его ужесточало с каждым разом. Это вот уже в дальнейшем, после второй сцены, тогда, когда он привлекает людей внимание своим выступлением, и вот происходит вот этот челчок, и практически в каждой последующей сцене есть момент, когда Артура Флека угнетает, принижает, испытывает его, испытывает его терпение в каждой сцене, и на ваш взгляд это намеренно сделает рефессёра. И может быть, даже вот этот фильм, он как бы про всех, про нас, да, то, что в нашем мире у всех у нас мы сталкиваемся ежедневно, да, с разными проблемами, с разными людьми, и с агрессией, с какой-то, да, несправедливостью, но это наш выбор, как себя проявить, да, по отношению к этому. То есть, можно вступить в эту агрессию, да, в эту перепалку, а можно пройти мимо и как-то заниматься жизнью. Вот, к сожалению, да, вот герой Хакина Феникса, он цеплялся за всё это, то есть, он во всей ситуации встревал просто. С его точки зрения виноваты все, кроме него. Да, и он, получается, что себя как бы жалел, оправдывал, а про мир говорил, что он безжалостен, жесток по отношению к нему, и что никому верить нельзя. И вот, кстати, подходя уже к концу нашего обсуждения, по поводу отзывов и критики, да, то есть, критика была в основном такая, что, ну, достаточно мрачная картина. Вот следует начать с Венецианского кинофестиваля, ибо первые отзывы были положительные. Критики восприняли в положительном ключе самого произведения, но в дальнейшем, тогда, когда узнавались какие-то личные мотивы автора, тогда, когда в дальнейшем, после первого приёма критиков и зрителей Венецианского кинофестиваля, у критиков началось меняться мнение об этом произведении, и они начали критиковать в том же ключе, которым и критикую я данную кинокартину, но и при этом СМИ, журналисты раздули из этого всего целое событие того, что вот, оно вызовет революцию, вызовет всплеск у людей, и они начнут вершить правосудие, но при этом этого всего не произошло, никто не начал вершить правосудие и вершить революцию. Ну, я думаю, что она и так происходит, революция у нас, в нашем мире, здесь всё-таки этот фильм, это не как лозунг и призыв к действию, а скорее просто показать, что то, как следует поступать, устроить революцию. Это есть у нас, это у нас всюду, да, что бы уж говорить, мы уж не будем там вдаваться в политику, но вот эти вот и митинги у нас проходят, да, у нас такое есть, с агрессией мы тоже встречаемся с несправедливостью в нашем мире. Это просто кино про нас, кино про нашу реальность. Ну, не моё, не моё, это ко мне не относится, меня не угнетают. То есть, вот всё это сделано намеренно режиссёром, где вот он не транслирует противоположную позицию или какой-то противоположный образ. Он есть противоположный образ, но уже человек, который смирился с этим, то есть, через вот этого персонажа, который ограничил своих возможностей, но он не демонстрирует противоположный образ того, человека, который вместо того, чтобы смириться со своей судьбой, он бы начал меняться и двигаться к новому, к иным, начал развиваться, даже если не с точки зрения карьеры, но социально как-то двигаться, адаптироваться к социуму, это понятие попытаться даже изменить, этого нет в самом произведении, тут исключительно однобоко продемонстрировано. нам показаны, по моему личному мнению, я так думаю, что показан мир глазами вот этого героя, Джокера, как он всю видит эту картину мира, все через мутное стекло, то есть, у него замутненное, как сказать, восприятие мира, и он все так вот воспринимает. Скажем так, если у вас аналогичная точка зрения, как у Артера Флек, и вы также видите мир, то вам следует ознакомиться с этим произведением. Может быть, лучше даже и не надо, это может привести к каким-то не очень хорошим последствиям, чего бы не хотелось. Ну, если человек дает отчет на своих действиях и понимает, где кино, а где реальный мир, то этого не произойдет. Ну, либо человек будет безразличный, и он посмотрит на мир с противоположной точки зрения, с точки зрения вот этого вот угнетаемого человека, Артура Флека, того, как он именно воспринимает мир. То есть, здесь вот еще можно посмотреть с обратной стороны. То есть, не транслировать это на себя, на свое восприятие, а посмотреть это с его стороны. То есть, посмотреть на мир через призму Артура Флека, человека, который угнетаемый и которому, мягко говоря, не повезло в его жизни. То есть, здесь не обязательно на себя это все перенимать и транслировать это через себя. Можно лишь посмотреть на это с другой стороны, скажем так. Да. Но, как мы знаем... Таким образом, не спасают такие картины. То есть, вот, как ты говорила, противоположно. Вам не обязательно воспринимать это на себя, на свой лад, а можно лишь посмотреть на это со стороны, с противоположной точки зрения, и всё, пройти мимо, скажем так. Да, вот, кстати, Хакин Феникс получил первый Оскар, в своей карьере Оскар именно за эту роль. При трёх предыдущих номинациях в 2000 году за роль в фильме «Гладиатор», он номинировался в категории «Лучшая мужская роль второго плана», в 2005-2006 году он номинировался за фильм «Переступить черту», он перевоплотился в образ Джонни Кэша и его исполнил. И в 2012 году с ролью в фильме «Мастер» Пола Томаса Андерсона он получил номинацию. Но во всех этих годах ему, к сожалению, не удалось выигрывать. То есть ему академики не присуждали премию. Если в 2000 году его премию доставился Бенисио Дель Торо, в 2005-2006 году его доставился Филипп Сеймор Хоффман, а в 2012 году, в 2013 году, его доставился Дэниел Дель Юйс. Только вот сейчас, тогда, когда академики исходили из того, что вот не было такого вот яркого, ярко выраженного перформса, при этом он же никак не меняется по ходу фильму, он остаётся тем же, кем он и был. То есть нет никакого изменения. Развитие. То есть здесь нет развития персонажа. Как нет? Нет, развитие есть, но оно в отрицательную сторону происходит. Ну, если подействовать, я имею в виду на лице, скажем так, он никак это не выражает, вот это вот изменение. А тут внутреннее больше, мне кажется. Возможно. Ну, развитие идёт определённо, причём такое, ну, как цунами. Оно, скажем так, оно формально есть, но в большей степени не со стороны Артура Флек, а со стороны общественности, то, как она меняется, вот его деяний, нежели от самого Хоакина Феникса. Ну и вот так. Нет, а мне кажется, что и он тоже меняется и ужесточается всё с каждой несправедливостью, с которой встречается в своей жизни. Но при этом он в дальнейшем никаких действий уже не совершает. Он черствеет, черствеет, и, ну, в принципе, он уже дошёл за гранью. Он лишь совершил вот одно преступление, и то, которое никто даже не подозревал, о том, что именно он совершил это преступление, и этого хватило для того, чтобы создать вот эти движения, митинги, которые в итоге привели к такому вот финалу. Ну и, подводя итог, скажи, о чём кино это лично для тебя? Вот что, какой главный посыл ты для себя видишь из этого фильма? Фильм повествует о настоящем, то есть, по крайней мере, о том, как ощущает это режиссёр. И тут она о огнетании людей. Вся смысловая нагрузка фильма сводится на том, что увидеть то, что происходит сейчас с нынешней Америкой, с моей точки зрения, и того, как правительство поступает с людьми более такого низкого класса, если так можно выразиться, и то, как вот они поступают, так же, с моей точки зрения, поступил бы режиссёр. То есть, он тоже, если у него появилась бы возможность, он так же бы начал, так же устроил революцию и поддерживал бы все вот эти движения, эти дальнейшие тенденции. С моей точки зрения, здесь нет смысла нагрузки. Режиссёр нам демонстрирует вот это вот угнетение и вот этот мрак, которому нет конца, и этого конца нет и не будет никогда. И выхода нет, да, как бы из этой ситуации? Лишь, творя беспорядки, и через эти беспорядки продемонстрировав себя и того, кем ты являешься. Кстати, метафоричный момент, когда он около клиники, где мать его лежит, и он пытается зайти в дверь, и ему говорят, что здесь выход. И он заходит всё-таки туда, ударяется об это стекло, заходит. Минутная сцена, но вот как-то она тоже вот по поводу выхода, да, то есть где для кого-то выхода нет, для него как бы начало чего-то другого. Да, да. Ну вот, и сейчас уже подводя итоги, я скажу своё мнение. Для меня этот фильм всё-таки несёт словую нагрузку, я не согласна с тобой по этому вопросу. Для меня этот фильм больше про умение грамотно выражать свои эмоции, своё недовольство, да, про выбор. То есть не… При этом этого нету в фильме. Нет. Какого выбора нет? Как только по отношению к нему совершено… Нет, но поступать так в его картине мира – это не было выбором. И получается, что… Ну да, это нам так показывают, но по факту-то мы уже понимаем, что выбор всегда есть, что он мог не сделать так, как он поступал. И для меня эта картина всё-таки про наш выбор и про те последствия, которые оказывает этот выбор. Могут привести необдуманные действия, но последствий нет. Как нет? Тут весь фильм – это сплошные последствия, и в итоге это какой-то хаос и разрушение. Нет, это последствия технических, которые совершают И его личные, и вообще как бы в мире-то… То есть полностью фильм заканчивается, он такие массовые беспорядки по Америке происходят. Нью-Йорк 80-х годов. Да, по Нью-Йорку 80-х годов. Сам он в итоге оказывается в клинике, без родителей, один, никого у него нету, в гордом одиночестве. И вот этот финальный кадр, когда он уходит в какой-то больничный коридор вдаль, и у него такие кровавые следы. Что несёт нам этот кадр? Какую смысловую нагрузку вообще, интересно, это может быть как продолжение мы можем рассматривать. Ну и это завязано над тем, что у Мартин Скорсезе состоялась премьера в том же году, когда же состоялась у Джокера. И само произведение «Ирландец», о котором я повествую, это экранизация книги. И там вот есть одна реплика, ну не реплика, там основной элитмотив заключается в том, что там человек красит дома. И здесь вот он такой по белому, по чистому полу идёт с такими окровавленными следами, то есть привлекая к себе внимание таким образом, то есть идя по белому вымытому полу, он оставляет следы, и таким образом он привлекает к себе внимание, выделяется из этого. Ну да. Ну если вдумываться, то есть это исключительно моя интерпретация. И так, если метафорически, любитель метафор, то есть как бы след он физически оставляет красный, ну и можно сказать, что и так вот он тоже оставляет следы своих поступков, своих действий. То есть всё не проходит бесследно, как мы можем заметить, да, и мы видим вот эти следы. И, кстати, уже подводя финал, да, в конце 2020 года стало известно, что всё-таки будет продолжение, режиссёром, сценаристом вновь выступит Тодд Филлипс. Так что ждём продолжения, и продолжение будет в больнице, в съёмке разменутся события в больнице. А также я ещё добавлю о том, что в создании Джокера во многом режиссёр вдохновлялся работами Мартина Скорсеза, такими как «Таксист», «Король комедии», «Бешеный бык». Во многом то, что продемонстрировал Тодд Филлипс, режиссёр данной кинокартины, уже продемонстрировал Мартина Скорсеза в тот период. Это ярко выражено в «Короле комедии». То есть вот можем отчётливо увидеть вот этот образ, но при этом он совершенно иной, совершенно отличается. То есть там вот есть вот эта грань, где персонаж, скажем так, осознаёт свои последствия и готов пойти даже на такой рискованный шаг, и при этом зная о том, что дело не в том, чтобы совершить какое-то действие и всё, и даже не думать о последствиях. Он осознаёт эти последствия, но он идёт до конца, делает всё, что у него получается, и в конце его останавливают, его ловят и отправляют в тюрьму, если я правильно запомнил. В отличие от «Джокера», где нет никаких последствий, и, возможно, весь фильм – это сплошное такое сознание «Джокера», то есть, возможно, этого всего и не было. Да, вот я как раз про это и говорю, что у меня такая мысль посетила, причём чисто случайно, что, может быть, этого всего и не было, кстати. Верно. Что это было всё его больным воображением. Да, которое было навязано режиссёром. Ну да, так что так. Ну, наверное, тогда будем завершать нашу сегодняшнюю беседу. Моя оценка – 5 из 10. Исключительно из-за работы композитора. Ну, тут следует всё же выделить ту самоотверженность и то, каким образом удалось Хоакину Фениксу перевоплотиться в роль Джокера и исполнить её, он с этим прекрасно справился. Талантливый актёр – один из самых выдающихся актёров в 21 веке, за которым следует следить, не следует упускать премьеры с его участием. И он здесь вновь демонстрирует свой талант. Да, глубокий, сильный актёр. За ним интересно вообще смотреть. Хочется посмотреть тоже и другие его работы, в частности, мне. Ну что, тогда будем завершать на этой ноте. Спасибо, что были с нами, послушали наши такие беседы, мысли, рассуждения. Мнения. Да, наши мнения. С вами были Алексей Лукин, Анастасия Луговкина. И смотрите «Глубокое кино». И до скорых встреч, я надеюсь. Пока-пока. До свидания. На этом наш киноподкаст на сегодня завершён. До встречи в следующем выпуске. КИНОВЗГЛЯДЫ Подкаст о глубоком и актуальном кино. КИНОВЗГЛЯДЫ 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 КИНОВЗГЛЯДЫ